Это небольшое предприятие уже имеет в своем активе крупные заказы. К примеру, именно здесь производят электротехнику для металлургического комбината Магнитогорска. Чебоксарский завод специализируется на выпуске высоковольтных и низковольтных устройств. География поставок широкая, подстанции, собранные в столице республики, работают во многих городах страны и за рубежом. Вместе с другими предприятиями Чебоксар, например, с Экрой, вместе мы поставляли в Транснефть наши модули и силовая часть наша. А голова управления и частотные привода Экры стоят на перекачке нефти. В Крымске это в 40 километрах от Новороссийска. Там модульная, силовая часть вся наша, а управление такая же стоит на прокачке нефти на Усть-Лугу. И такая же стоит на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Примерно такая же станция стоит усть-арекское месторождение. Сейчас на Чебоксарском заводе ориентируются на коммунальное хозяйство, нефтегазовую промышленность и атомную энергетику. Все разработки проектируют специалисты предприятия. Производственная цепочка начинается здесь, в бюро конструкторов. Это блокно-модульное издание, САРПЭК, АТП, совмещенное сетевое управление. Это готовая станция распределения. Подключи такие? Подключи, да. В любой точке, да? В любой точке. Вот он уже сомневый стоит. Я даже не могу сказать, в каком месте стоит. Это Ярославль? Нет, это Ярославль. Это здесь у нас собирается. Наше оборудование стоит на нефтепроводах, трубопроводах. Трансформаторные подстанции предприятие поставляет и на крайний север. Их производят из специального металла и защитного материала, который выдерживают аномальные морозы. Главе республики показали и другие разработки. Извините, все эти силы сделаны. Керамика или что это? Вы что имеете? Вот это? Да. Это эпоксидный компаунд. И на сколько они установлены? На 28 кВт. Испытательные напряжения, рабочие напряжения здесь 6 кВт. За последние годы в условиях санкций спрос на подстанции российского производства вырос. Для Чебоксарского завода открылись новые ниши. По соотношению цена-качество и по стоимости жизненного цикла, а это очень важно показать, мало кто на него обращает внимания. С нами мало конкурентов. Мы гарантируем, что оборудование, которое мы изготовили и поставили, по крайней мере, не потребует ремонта в ближайшие 10 лет. Это ближайшие 10 лет. Его не красить, ничего делать не надо. Есть предприятия, у нас же конкуренты, которые выпускают, у них продукты, естественно, дешевле, но их каждый год надо ремонтировать, подшаманивать, что-нибудь делать, регулировать. И стоимость в эксплуатации, через 2-3 года их стоимость превышает стоимость того, что мы поставили. А дальше у эксплуатирующей организации возникают убытки только. Производители понимают, выигрыши останутся те, кто участвует в программе импортозамещения. Тенденция к освоению новых рынков уже наметилась. Министерство экономического развития Республики отмечает, что предприятия региона не сбавят оборотов и представят заказчикам новые разработки. Других вариантов сохранения предприятий, развития отрасли, сохранения рабочих мест для жителей Чуваши, занятых в этом, просто не существует. И они это прекрасно понимают, но и развиваются. В данном случае кабинет министров, правительство Чувашской Республики оказывает колоссальное внимание. Сейчас именно ситуация, когда ранее зарегистрированная доля объемов Чувашской продукции в части релестроения не только сохранилась, она имеет тенденцию к увеличению. Нами разработаны именно комплекты для ретрофита многих-многих существующих ячеек, что в распределительной части быстро устаревает. Сам шкаф с ним ничего не случается, с шинами силовыми тоже ничего не случается. Обычно вырабатывают ресурс выключателей и защита. Вот мы все, что выходит раньше срока, не то что раньше срока, срок службы оборудования, он рассчитан 25-30 лет. А они у нас в Советском Союзе, в Советских регионах 60-х годов стоят. То есть два ресурса отработали, три ресурса отработали, там ни защиты, ничего нет. Мы для их замены делаем очень много. Это в настоящее время очень востребовано, и мы очень много делаем для этого. В ближайшее время на заводе «Промэнерго» планируют наладить и выпуск новых импортозамещающих изделий. На рынке энергетики страны они востребованы. Редактор субтитров А.Семкин